Друзья, всем привет! С вами Леся, на сегодня 14 июля. Посмотрите, какой у нас идет дождь, достаточно сильный. И это он уже, можно сказать, утихомирился, просто лил, 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 очень громко и страшно. Но я люблю такое, сразу такой свежий воздух, как-то даже я духом воспрятала. Из последних новостей, то, что касается квартиры, холодильник и стиральную машину уже доставили. Муж все достал из упаковок, поставил на свои места, но еще, конечно же, не подключал, потому что там еще нужно плинтуса делать, и мы еще не приехали. Это уже потом непосредственно перед переездом подключат. Совсем немножко осталось до переезда, можно сказать, последние штрихи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы в Сергиевом Посаде, в Улыбке Радуги. Именно в этой улыбке я еще ни разу не была. Ну, такая классная, прям большая. Это же Лореаль широко представлен. Мейкап... Люкс Визаж... Эвелайн... Стеллари тут представлен. Кстати, вот эта вот серия Голден к нам так и не поступила в наш магнит косметик. Вообще ее даже не выставляли. Какие-то новые бренды... Мы подготовили специальное предложение Педагог. Оно дает дополнительную скидку до 15% ежедневно после 15 рублей. И до 10% от 1500 рублей... И до 16%... Продолжение следует... На обзор косметику Фаррес... Но я отказалась... Холика-Холика даже есть... Очень такая раскладка богатая в этом магазине в Улыбке Радуги в этой... Я была как-то... Ну, не как-то... Несколько раз была на вокзале в Сергеев Посаде в Улыбке Радуги. Но она прям такая маленькая-маленькая. А тут много ухода я вижу. Много декоративки. Я хотела попасть в Улыбку Радуги. Меня муж повез. Делать нечего. Решили съездить Сергеев Посад без особой какой-то цели. Смотрите, что это такое. Гром Армении. Мы еще хотим зайти, может быть, посмотреть, где бытовые всякие штучки продаются. Там еще кое-что посмотреть. Ну и вот заодно наш Улыбку Радуги завез. Я просилась. Такие улыбки. 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 О, вейс. Вейс тут есть. О, марокканский чабрец. Класс. Интересно. Тут целый стенд вейс. Заневея. Валорей тут. Какая-то вот такая вот марка. И много-много вейс очень. Киликия. Вейс прям целые серии. Смотрите, какой кель. Гигант. Трусевский. Нижнее белье еще какое-то есть. Смотрите, какая марка есть. Очень похожи, да? Баночки на чистую линию. Тоже что-то вот есть. Даже с косточками. С морожкой, не с малиной. И рядом чистая линия. Марка Сенсике какая-то. От весны вот всякие кремики есть. С огурцом, с клубничкой, с тыквой, с морковью. Очень много вот таких вот кремов от Невской косметики. Посмотрите, целая куча. Много тканевых масочек вейс. Они же бюджетные, да? Что ты там нашла? Память! Для моей молодцы. Дети, это тоже пламя детский. Это там как-нибудь ломка. Я не знаю. Все ломки. Мам. друзья мы приехали в сергиев посад изначально хотели зайти в какие-то магазины где посмотреть всякие бытовые штучки для дома но как бы ничего хорошего так муж прогуглился особо не нашел здесь может просто не знаю и мы решили зайти в улыбку радуги и прогуляться возможно просто нужно леруа мерлен ехать или в какой-то большой магазин чтобы этими всякими штучками бытовыми удариться ну решили сегодня просто прогуляться по сергию посаду там меня кто-то просил ну кто-то зрители мои просили снимать прогулки сергиев посад пожалуйста вам и друзья просто мы когда-то здесь жили именно в посаде и поэтому наверно мне как-то не особо и хотелось что-то тут снимать ходить потому что я ничего этакого в посаде не видела но прогуляемся с вами вместе посмотрим новым взглядом вон беседка есть которые фотографируются свадебные всякие когда женщины сфотографируются делают свадебные фотки у нас тоже тут есть фотографии когда мы женились с мужем есть вот вот а и и и и и и и и и Я вот смотрю на, знаете, аттракционы такие, на вот эту вот плиточку, и у меня такие ассоциации прям, не знаю, с советским детством. Это такой вот парк аттракционов, но он такой достаточно несовременный. Муж говорит, он очень-очень старый, ну вот, тут есть. Мы в Капитолии, вот решили в моде зайти, посмотреть, что там появилось, может, новенькое. Если выasten jeunes, как в Капитолии. А онПытый? Субтитры сделал DimaTorzok 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 очень мне понравились и симпатично выглядит и, допустим, даже для подарка, как дополнение очень неплохо и стоит бюджетненько, красивенько так оформлено, решила вам тоже показать, потому что продуктовые покупки не показываю, сейчас нет в этом возможности, где это развернуться, но очень хотелось поделиться, особенно актуально будет для девочек, кто в посаде живет и тоже есть такие вот магазинчики встречают, это вкусно, покупайте Друзья, всем привет, с вами Леся и сегодня хочу вам показать свои покупки из улыбки радуги, моди и голомарт, в основном здесь улыбка радуги в моде только одна покупка это вот такая вот капибара, это доченьки ее купили она очень любит капибар, все с капибарами покупает вот такая вот, она такая плотненькая такая добротненькая в общем, купили ей такую капибару мягкие игрушки она еще любит у нее все в мягких игрушках поэтому, да стоит она 999 рублей в общем, грубо говоря, тысячу так, давайте к улыбке радуги, да приступим муж меня отвез в улыбку радуги в общем, мы ездили в Сергеевый посад изначально муж хотел найти какие-то магазины где будет большой ассортимент вот всяких бытовых штучек для обустройства дома в плане, там, начиная от каких-то мыльниц подставок для вилок и так далее и тому подобное то есть, всякая утварь для обустройства в общем, погуглил и каких-то таких больших глобальных магазинов не нашел если вы живете в Сергеево посаде, подскажите есть ли там такое есть какие-то небольшие локальные магазинчики с какими-то ценами просто заоблачными ну, в общем, мы их не стали посещать ну, я просилась, попросилась, говорю я так хочу в улыбку радуги где-то за день, за два я это ему говорю он говорит, что ты раньше не просила, я тебя отвез я такая, ааа я говорю, хочу в улыбку радуги там бюджетные цены просто покопаться в их брендах в общем, полазить там я была в улыбке радуги Сергеево посаде, сейчас скажу была, да но именно, который находится на вокзале потому что довольно часто, когда мы жили в Москве мне нужно было по месту регистрации зарегистрировано, я была у свекрови на тот момент приехать, сделать, да, какие-то свои дела насчет документов и ездила я, соответственно, в Сергеево посад но особо там не гуляла, да, потому что уставшая там был такой период, когда электричка не ходит по-моему, час она не ходит и в это время я лазила там по магазинам которые находились на вокзале и вот в улыбку радуги достаточно часто заходила, что-то там даже иногда покупала а эту в центре я первый раз посетила тем более было интересно, там больше такой выбор декоративной косметики и тессер, и лореаль, то есть как будто бы улыбка радуги такая прям хорошая мне понравилось ну и муж говорит, если тебе надо говори, я тебя отвезу я такая, о, здорово-здорово ну, в общем, кое-что я там купила конечно же, если бы у меня было много времени я бы там еще больше лазила, больше рассматривала но так как я была с семьей меня, конечно, особо никто не торопил но я понимала, что там нечего задерживаться, прям час стоять пялиться на баночке ну, в общем, что же я купила во-первых, я понимаю, что у меня здесь одна марка Вейс, честно говоря, когда я покупала, я на это не обратила внимания но сейчас я вижу, что я купила только марку Вейс ну, ладно значит, я купила нет, не купила сейчас расскажу, почему такой вот воздушный гель для бритья от Вейс мой как раз гель для бритья закончился я такая, думаю, первым делом возьму там гель для бритья увидела, что у Вейс есть такой веселенький, яркий аромат супер скольжение, мега увлажнение в общем, такая позитивная упаковочка летняя да, я думаю, о, ну, как раз мне надо возьму от Вейс так, потому что у них там еще какая-то марка есть которую я смотрела но у них только пенки сейчас в наличии были в этой улыбке поэтому я, нет, пенки не хочу взяла гель девочки, но его мне не пробили не знаю, как так получилось потому что, естественно, весь товар был у кассира кассир пробивал кассира складировала это все в пакет пакет мне выдали и то, что мне не пробили этот гель для бритья я заметила только когда мы уже к Богородскому подъехали практически у дома потому что я там достала начала читать чек и понимаю, что его в чеке нет поэтому, да если бы я увидела это раньше когда, ну, только вышла из магазина конечно же, я бы вернулась и сказала что вы меня не пробили но так как не пробили и я заметила это только вот сейчас то моей вины в этом нет принимаю это как дар в общем, он стоил 20 и чем-то рублей не знаю, как так получилось но вот так вот получилось следующее, что я решила взять попробовать это вот такой вот гель для умывания из серии Гелаурон глубокое очищение у них там целая серия вот такая вот голубая очень красивая ну, как она вот так вот примерно выглядит лаконично, простенько мне, честно, вообще хочется в Вейс по Польше попробовать ну, просто я помню, что мне когда-то дарили в Вейс но я особо не помню или я сама это использую мне кажется, что я большую часть кому-то отдала я не знаю что-то там баттер дарили, по-моему ну, это я не стала пробовать кстати боялась, что будет очень химически пахнуть но оно почти не пахнет и пахнет как каким-то леденцом что ли ну, то есть нормально пахнет боялась, чтобы, ну, знаете, не было какого-то слишком химозного навязчивого запаха так ну, в общем, такой гель взяла попробовать просто он, кстати, достаточно густой нужная вещь да, гель для умывания у меня там пару ест запасе ну, как бы и все стоимость его 212,90 у меня, кстати, была карта скидочная у меня есть у меня на ней ничего не было никаких накоплений следующее, что я взяла вот такой вот скраб марокканский чабрец нежная кожа и питание хотела себе скраб взять то есть, когда я шла в улыбку радуги я понимала, что я хочу взять какие-то определенные вещи а там уже так случилось что это все получилось от вейса меня просто привлекло привлекает дизайн то, что это чабрец вот такой вот скраб хочу понюхать его поставлю в использование он сахарный он приятно пахнет очень приятный такой растительный действительно аромат чабреца травы каких-то сухоцветов в общем, буду пользоваться с удовольствием поставлю сегодня в использование и сегодня уже вечером не буду не пользоваться завтра уже утром такой вот скраб пахнет приятно следующее, что я взяла это тканевые маски взяла вот такую вот серию суперфуд мне очень привлек дизайн там их было штук 6 может быть либо 5, либо 6 по-моему я взяла себе картошку дочка тоже говорит мама, ты с картошкой будешь? это же картошка в общем, ну это наше любимое дело картошки покушать с картофелем взяла с тыквой взяла и взяла с помидор томат такие вот масочки стоимость их по 69 рублей кстати, пакет стоил 8 рублей еще я взяла от Вейс Патчи там замучилась пока я их нашла такие вот патчи патчи у нас стоили сколько? так, скраб 249 патчи 205 рублей стоили гель для умывания 212 короче, там вот такие вот патчи там их было 3 вида вот, если будет ничего в следующий раз может быть еще возьму такие одноразовые упаковочки как я люблю чтоб не надоело 15 минут держать в общем, попробую если понравится эта марка я понимаю, что она бюджетная но это, знаете такое мое развлекало между какими-то большими основными заказами где я покупаю что-нибудь люксовое что-нибудь такое подороже вот в перерыве я хочу покупать тоже немножко что-то бюджетное потому что ну, это больше, знаете больше развлечения отвлечения получается в общем, это все в улыбке Раб дуги 881 рубль 90 копеек также еще были покупки в Галамарт тоже небольшие кстати в Галамарт я не стала снимать потому что там были просто пустые полки реально не то, что там все разобрали просто полки были очищены от товара и там расставляли товар были где-то такие вот как налепки что-то типа вот новинки и так далее насколько понимаю у них обновляется ассортимент муж зашел в Галамарт взять какие-то штуки там отвертки что-то еще это я вам не буду показывать он оставил это в машине отвезет на нашу квартиру ну и я посмотрела что-то можно взять из косметики и увидела друзья мои знаете почем так прошу прощения что шуршу за 49 рублей вот такой вот сахарный скраб от бабушки Агафьи антицеллюлитный я так подумала 49 рублей мне кажется я вообще такую цену никогда не встречала на бабушку Агафью даже 10 лет назад ну в общем я решила взять 100 грамм скраба за 50 рублей грубо говоря почему нет по-моему вот этот и этот скраб они не должны быть такими вот жирными которые я ненавижу вот знаете когда там пропитано маслом и невозможно его потом смыть если я не ошибаюсь эти просто должны быть другие по консистенции без вот этой вот масленности и также решила взять масочку от ЮниЛук никогда в жизни ничего не брала от ЮниЛук вы брали что-то расскажите потому что у них там есть и патчи что-то уходовое даже декоративка ну я решила вот возьму такую маску такая клубничка красивая маска для лица с экстрактом клубники очищающая омолаживающая и решила взять вот такую вот маску она она у нас стоила 69 рублей ну то есть 118 рублей да около марта на себя я потратила это были все покупочки на сегодня очень здорово провели время мне понравилось и погуляли и в магазинчики зашли и честно говоря просто никуда не спешили потому что ранее мы все время спешили торопились я надеюсь когда мы переедем у нас все войдет в более спокойный режим да там пойдет конечно школа но я надеюсь что мы уже как-то и меньше торопиться будем возможно куда-то будем больше ездить просто для того чтобы отдохнуть ладно друзья это все если вы что-то пробовали из этого делитесь своим мнением и впечатлением а я с вами попрощаюсь всем спасибо всем пока